Об Азербайджано-белорусских отношениях и их перспективе поговорим с нашим гостем, который на прямой связи с нашей студией. Это депутат парламента Азербайджана Зияд Самедзаде. Я напомню, что завершился визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Азербайджан. Зияд Малим, здравствуйте. 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 Зияд Малим, Белоруссия и Азербайджан долгие годы успешно сотрудничают и в экономической, и в политической, и в других сферах. Как вы оцениваете визит Александра Лукашенко в Азербайджан? Я, в принципе, хочу сказать, что азербайджанские и белорусские отношения успешно развиваются. Белоруссия очень хорошо относится к Азербайджану. Благодаря конкретным мероприятиям, установленных между нашими президентами, осуществляется масштабная, я бы сказал, программа по развитию нашей экономики, в частности, промышленности. Президент Азербайджана и президент Белоруссия Александр Григорьевич несколько лет тому назад подписали соглашение о создании Баку в Азербайджане, в городе Кянджи, Кянджийского автомобильного завода. Благодаря реализации конкретных мер по развитию данной отрасли, уже в Кянджи успешно и эффективно действует Кянджийский автомобильный завод. По существу, это сегодняшнее предприятие является флагманом, можно сказать, машиностроения республики. Развитие этого производства осуществляется очень динамично. Благодаря функционированию этого завода осуществляется, улучшается макияно-техническая база аграрного сектора, а также решаются конкретные задачи по развитию транспорта, который обслуживает население. Между Белоруссией и Азербайджаном осуществляются конкретные меры и по развитию других отраслей, особенно технопарков в Азербайджане. Есть конкретные проекты по реализации мероприятий по развитию технопарков в Азербайджане. Очень хорошее действие, соглашение между Азербайджаном и Белоруссией в области аграрного сектора. То есть я хочу сказать, что отношения между Белоруссией и Азербайджаном дали возможность увеличить объем этого оборота примерно до 450 миллионов. Это, конечно, крупное достижение. Кроме того, я хочу сказать, что очень успешно ведутся работы в области внедрения новых информационных технологий. Азербайджанско-белорусские отношения дают возможность укрепить экономическую обороноспособность нашей республики. Очень хорошие контакты в области производства, то есть промышленного отраслей, промышленности, которые создают, я бы сказал, области Кривостроения и здравоохранения, развития. Кривостроения и здравоохранения. Нам известно, что предстоит очень большая работа по восстановлению этих территорий. Вот как, по-вашему, как может сложиться сотрудничество Азербайджана и Белоруссии в этой связи? Безусловно, президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко очень смело и целестровно говорил об участии в возрождении экономического потенциала Аграбаха. Мы знаем о том, что белорусский промышленный потенциал, очень развитый промышленный потенциал. И они готовы инвестировать в предприятия, которые будут развиваться в Аграбахской земле. Потому что, я что хочу сказать, я долгие годы изучал экономическое состояние Белоруссии, структуру промышленного производства. У них очень хорошо развита многостраслевая структура промышленности. Они могут активно содействовать развитию новых производств в освобожденных территориях Азербайджана. Поэтому я считаю, что интерес Белоруссии к проблемам Азербайджана с каждым днем растет. Есть там хорошие инженерные кадры, есть современные технологии, современные оборудования. Безусловно, инвестиция со стороны Белоруссии в экономику освобожденного Аграбаха даст новый импульс к промышленному развитию, обеспечит повышение уровня промышленного развития республики. Я посещал некоторые предприятия Белорусской республики, некоторые машиностроительные предприятия. Там очень хорошие, квалифицированные инженерные кадры. Тем более, Азербайджан создает все возможности, все условия для того, чтобы инвестиции, иностранные инвестиции в Азербайджане дали большого вреда. Самое главное, Белоруссия очень заинтересована, очень хорошо относится к Азербайджану. Он очень поздравил азербайджанский народ, нашего уважаемого президента, с победой в этой войне. Поэтому я считаю, что белорусская инвестиция в экономику Азербайджана, особенно в аграрный сектор, продовольственный сектор, промышленный сектор, даст возможность являться импульсами для роста экономического потенциала Азербайджана. Спасибо, господин Самедзаде, что вы нашли время и присоединились к нашему эфиру. Мы благодарим вас. Об Азербайджан и белорусских отношениях и о перспективе мы говорили с депутатом парламента Азербайджана Дзиадом Самедзаде.